Отстояла честь страны. Студентка юридического института Белгоу Юлия Минакова завоевала золото на чемпионате Европы по карате. Он проходил в Латвии в конце марта. Участие в нем принимали спортсмены из 11 стран. С чемпионкой пообщалась Ксения Голуб. Миниатюрная девушка при необходимости вполне может дать отпор мужчине. За хрупкостью скрывается отточная техника и бойцовский характер. Он выработался за 11 лет занятий карате. В детстве Юлию задирали мальчишки. И чтобы дочь могла давать им отпор, родители привели ее в спортивную школу. Но тогда они вряд ли могли предположить, что в будущем Юлия будет стоять на пьедестале почета международных турниров и даже участвовать в чемпионате мира. Поначалу это были только местные турниры, которые проводила наша школа. Затем в первый раз у меня был выездной турнир в город Симферополь. Это было в 2011 году. И там я стала абсолютно чемпионкой. После этого поехала в Румынию. Но там, к сожалению, не заняла места. Это был также чемпионат Европы. И также уже потом пошла по чемпионатам Европы. Затем чемпионат мира. И вот снова чемпионат Европы. Соревнования такого уровня особенно ответственные. Ведь спортсмены отстаивают честь своей страны. По словам Юлии, конкуренты были сильными. Бой за первое место у меня был с девушкой из Украины. Достаточно хорошая соперница, поскольку мы с ней вместе выступали в категории ката. И вот за первое место все-таки пришлось побороться. И она вышла вперед. Все-таки судьи решили присвоить первое место ей, второе мне. Но вот в кумите уже я взяла первое место, а она второе. Для того, чтобы получить такой высокий результат, необходимо постоянно тренироваться. И Юлия не щадит себя. Пять раз в неделю она приходит на занятия к своему тренеру в школу боевых искусств САТО в городе Строители. Хотя сейчас она уже имеет первый дан и черный пояс. Но стремиться всегда есть куда. Чемпионка прекрасно совмещает учебу в юридическом институте и спортивные достижения. Сейчас она уже на четвертом курсе. Специализируется на судебной экспертизе. После окончания университета Юлия планирует поступить на службу в МВД, где полученные в спорте навыки обязательно пригодятся. А вот с выступлениями в скором времени придется завязывать. В этом виде спорта очень мало девушек в возрасте старше 18 лет. И иногда трудно найти соперников для соревнований. Но Юлия прошла обучение и получила судейскую категорию Д, которая позволит спортсменке выступать на соревнованиях уже как судья. Я думаю, это любовь. Просто однажды я влюбилась в карате и все. И теперь дальше планирую строить карьеру каратистки. Может быть, даже получится совмещать и свою профессиональную деятельность в качестве будущего судебного эксперта. И вот каратистки. Кроме спорта Юлия любит погонять на мотоцикле, а также участвовать в самодеятельности. Но времени на это почти не хватает. Впереди снова соревнования. Традиционный турнир строителей. Его уровень очень высокий. Участие примут команды со всей России. А кроме того, гости из Италии и Японии. А еще надо готовиться к чемпионату мира. Юлия уверена, в этот раз он должен ей покориться. Ксения Голуб, Александр Подубный. К этому часу. Белгород.